Отчет правительства. Мы привыкли к этому словосочетанию, мало задумываясь о весе и значении. На самом деле, это уникальная возможность для народа выразить свое мнение и видение напрямую. Кстати, учитывая, что последние годы отчет проходил в формате онлайн, население оценило плюсы общения лицом к лицу. Практически всюду зал был полон. Радно, что население интересует работа, проводимая правительством. И сегодня мы фиксировали практически полный зал заинтересованных лиц, которые могли услышать отчет правительства, а также задать интересующие их вопросы. Если мы из года в год фиксируем разное количество вопросов по отраслям, то если в прошлом году наибольшее количество вопросов было задано в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, то в этом году этот посыл нашего населения, Олегминского улуса, он немножко изменился. В сторону строительства объектов, не только социальных, но и жилищного фонда. Отрадно, что население обеспокоено не только развитием инфраструктуры, но и проблемами таяния вечной мерзлоты и крылья этой зоны. Не все пожелания сбываются сразу. Чаще всего это зависит от масштабности проекта и необходимого финансирования. Но в этом году руководителем группы являлась Нергуна Афанасьевна Соколова, министр образования республики. В ходе работы она очно познакомилась с рядом школ, коллективами, а также с состоянием дел. В Олегминском районе большое количество образовательных учреждений обветшали. Произошло это примерно в одно время. Говорить о том, чтобы одновременно решить проблему, всех нереально. Тем не менее, дело существенно сдвинулось с мертвой точки. Мне, как Министерство образования и науки, конечно, необходимо фиксировать развитие наших образовательных организаций. Мне удалось посетить ряд детских садов и школ. Есть населенные пункты, где качественно организованная, благоустроенная, качественная инфраструктура. Есть проблемные моменты в отдельных населенных пунктах, которые необходимо принять в работу и решать. В 2024 году строительство объектов образования будет продолжено. В Олегминском районе строительство школ в Заречном, Чапаево и в селе Тяне. Но мы надеемся, что те принятые планы, которые обозначены в 2024 году, они все исполнятся. И мы сможем в следующий отчетный период уже говорить о тех достижениях, которые мы правительством достигли в 2024 году. В селе Заречный школьный долгострой постепенно превращался в памятник. Между тем, дети учились в стареньком здании, а население села ежегодно обозначало проблему. Решить ее получилось. И уже весной на участке должны начаться работы. А сколько вообще проектов инфекционного Олегминского района? Олегминского района, ну, в этом году два проекта. Это школа, малокомплектная школа села Заречный. Да, этот объект мы сегодня, в этом году завершим. Ну, сейчас идет расчет, тоже по остаткам, сколько должно быть, и для этого дальше будем работать. Опять же, на отчете педагоги обозначили нужный вопрос, а чем будет наполнена новая школа? Это еще очень большая одна проблема. Школу мы построим, а оснащать ее нечем. Нигде ничего никто не предусмотрел. По предварительным данным, у нас оснащение школы надо порядка 20 миллионов. Но это расчеты 23-го года. Сейчас цены, ну, прям, каждый день меняются. Ну, понятно, что мы со своей старой школой, в новую школу нам просто даже и нести-то нечего. Эту задачу поставили как первоочередную, чтобы новая школа действительно стала современной. Школа в севере Чапаева. Это легенда, точнее, самой школы там давным-давно нет. А обучались дети, потеснив детский сад и приспособив еще одно помещение. И этот вопрос, наконец, решен. Что получилось сделать? Начато финансирование по строительству школы Чапаева. Помните, наверное, что это очень острый вопрос был. Первоначально мы отработали, чтобы в бюджете появилось 10 миллионов рублей, чтобы можно было начать строительство. И очень хорошая новость, что позавчера правительственная комиссия приняла решение еще добавить 306 миллионов на эту школу. И я думаю, что в этом году уже состоятся конкурсные процедуры и туристическая школа начнется. Мы сегодня с Павлом Николаевичем Баганановым участвовали в отчете перед населением школы Заречном. Наверное, помните, что там школы уже 6 лет строятся. В прошлом году мы добили, чтобы средства, которые не были освоены, не остались в районе. Был заключен контракт с дороги Алёкмы. Это компания, которая может эту школу построить. Более того, 2 февраля было подписано распоряжение правительства, в соответствии с которым еще 20 миллионов рублей предусмотрено на строительство школы Заречной. Быть в школе и в отдаленном селе Яня. Это ближайшие перспективы, но это не означает, что работу в этом направлении оставят в покое. Сценыхтат, Абага, начальная школа в селе Алёкминска и даже город. Проблемы есть всюду. В Лаханмунку – это в первую очередь вопрос по строительству школы-сада. Известно, что 20 лет назад здесь была построена силами местного населения школа. Это начальная школа. Ну и детский сад в свое время построен. Сейчас хоть и в хорошем состоянии содержится, но имеет место быть. Тут и поражение грибками, которые не очень хорошо сказываются на здоровье наших детей. Не только образование в селе Допорайк и Лахского наслега в этом году начнут строительство Центра культуры. Собственно, остов здания стоит в селе с незапамятных времен. Между тем, все мероприятия, а их в селе очень много. Проводились то в крошечном здании, построенном своими силами, то в школе. Конечно, очень хочется. У нас материальная база и здания нет, чтобы наши детки и население занимались. Поэтому очень хотим, чтобы в нашем селе был построен хороший клуб, центр ДОСУ. Чтобы у нас очень формирование более 20, и чтобы все занимались творчеством. Я знаю, что у вас давно был заложен ОСТОК, да, по идее? Да, уже давно был заложен этот ОСТОК. Но надеюсь, что в 2025 году или в эти годы, чтобы был построен очень хороший клуб. Вопрос по строительству взят на контроль главой республики. Тоже село Допорай, КСК. Модуль собрали, каркас 10 лет он стоит. Обратился к главе республики. Сын Сергеевич прямую визу дал правительству республики. Начать и продолжить строительство КСК в Допорайе. В программе «Моя кутья. 21 век» 10 миллионов рублей предусмотрено. Это не вся сумма, которая нужна. Но мы говорим уже о том, что средства предусмотрены. И КСК тут планируем ввести в 2025 году. То, что касается сегодня вопросов по Алёпинску, да? Вот этот объект именно у нас стоит на контроле главы республики, Асима Сергеевича Николаева. Есть поручения, и мы вынесли на решение правительства соответствующие требуемые документы. Это проекты и все расчеты. И правительство нас поддержало. И в этом году уже предоставляется субсидия на строительство инновационного центра. И срок года будет 25-й год. Жители Калакского наслега высоко оценили работу правительства. Здесь понимают, когда власть идет в грамотном тандеме с народом, все получается. В нашем населенном пункте отчеты правительства всегда происходят при большом присутствии населения. Население очень активное, задает вопросы. И у нас все чаяния населения исполняются. В частности, у нас открылась заправка новая, САГА, нефтегазбыт. Сейчас мы узнали, что строительство культурно-спортивного комплекса вошло в программу «Добрые дела». И с этого года оно продолжится. И в следующем году мы должны уже открыть новый культурно-спортивный комплекс, который мы долго-долго-долго ждали. К тому же у нас много идет и федеральных проектов. Мы стали победителями проекта «Комфортная среда». И у нас в этом году начнется строительство нового парка, парка «Набрежны». Говоря о выполненных обещаниях, первое, что приходит в голову горожанам – поступление новых автобусов для города Алёпинска. Буквально на днях пять единиц новенькой техники торжественно под музыку прошли по улице города. Пять единиц, два «Газель Сити», три «Пас Вектор Некст». Все пять автобусов 2023 года выпуска абсолютно новые. Чем отличаются от тех, которые были? Это принципиально другие машины, более комфортные, более безопасные. Они красивее, они соответствуют требованиям экологии, предъявляемым сейчас к транспорту. Ну и в целом эти машины выгоднее эксплуатировать перевозчикам, так как они реже ломаются на самом деле. Эта машина надежная, на севере они работают, зарекомендовали себе хорошо. Как вы проследили по городу? Что-то уже хитрое? Мы планируем восстановление маршрута номер 6, добавить рейсы на маршрут номер 2 и на маршрут номер 7. Каким образом город закончится? Ну, планируем также и на маршрутах 1 и 5 работать, но это по возможности. Сейчас посмотрим, закроем максимально больные участки, а после уже посмотрим на счет работы на 1 и 5. На автовокзале во время небольшого митинга неоднократно упоминалось. Программы, инициированные Владимиром Владимировичем Путиным, президентом России, работа правительства республики, работа Илдархана, дают результат. Создательство, благодарность нашему народному депутату Алексею Засимовичу Колодежникову, потому что он очень оперативно, умело отрабатывал с исполнительными органами власти. И эти автобусы действительно в наибольшем количестве поступили в имя в городе летки с 5 единицей. В количестве 5 единиц. Первые очередные задачи автобусы осмотреть после провести техническое обследование, поставить их на учет, ну и распределять между маршрутами. В ближайшее время, когда они встанут и маршрутами? Мы себе поставили такие цели, это в ближайшие 2 недели уже начать запускать новые автобусы на линию. Город на реку, урунь! Айхал! Урунь! Айхал! Урунь! Айхал! 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 Ура! Ура!